Девушки отдыхают Отказала в интиме своему пациенту Из-за этого она может лишиться квартиры Как защитить себя от домогательств Старого лавеласа? Я, конечно, ненавижу ее И она меня, бабка Литка, ненавидит Это нормально для коммуналки Самые злые враги на свете Соседи по коммуналке Люди, которые долго делят одну кухню Готовы друг друга убить Можно ли в такой обстановке Спокойно продать свою комнату? Он отключился от аппарата сам Никого не было рядом Ни медсестры, ни врачей Вышел из здания на улицу Где были ваши охранники? После тяжелой операции Муж должен был находиться в реанимации Но жена нашла его в морге Как живой оказался рядом с трупами? И кто за это ответит? Узнаем в суде Истец предъявляет иск о расторжении договора ренты С пожизненным иждивением Ответчик иск не признает Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Гарбузова Евгения Кирилловича К ответчику Усиковой Юлии Васильевне Иск заявлен о расторжении договора ренты с пожизненным иждивением Все верно? Да Пожалуйста, Евгений Кириллович Ваша честь, я заключил договор ренты с пожизненным самосодержанием С врачом скорой помощи Которая часто приезжала ко мне, делала уколы Так, а почему просите его расторгнуть? Вот, дело в том, что сначала эта женщина показалась мне самым профессиональным доктором Доброй, обходительной Вот Я ей предложил заключить этот договор И только когда мы заключили этот договор Ее как будто Только я подписал этот договор Ее как будто подменили Совсем стало совершенно другой Что такое? Перестала делать уколы Извлек, там редко очень делала уколы Вот Ухода медицинского никакого почти не было Перестала сама Убираться в квартире Готовить еду Вот А потом, понимаете, сама Когда я стала возмущаться Как-то сказала мне Что признает меня Недееспособным И упречь и пихушку Понимаете? Как это понимать, сама? Причем вообще А потом вообще, ваша честь Взяла сама Приехала на машине Посадила мне машину Зачем? Ничего не сказала, сама пригласила машину Вот Заблокировала двери И вмотала Километров за 300, наверное, сама Вот Привезла в какую-то глухомань В старый ветхий дом Бросила там одного Пока ехали, молчала Я думала, вообще завезет куда-нибудь Во-первых, ни одного Во-вторых, не бросила Сейчас отвечу вас послушаем Ну, то есть, утверждаете, что ответчик Принятое на себя обязательство По договору ренты с пожизненным иждивением Не выполняет, да? Да, совершенно не выполняет Давайте договор ренты Я посмотрю, что за условия там прописаны у вас Дело в том, что Евгений Кириллович нагло врет Вот нагло врет Я по-другому даже не скажу Потому что все условия договора я соблюдала И ренту я платила день в день Все четко Вся ложь Ваша честь У меня документы есть, Ваша честь Поначалу только Поначалу, да Было в смысле Это вообще уже цирк, что он придумывает Знаете, ну в кино только снимать Дело в том, что я ему предложила Сделать в его квартире ремонт Я, кстати, специально фотографии сделала Можете посмотреть, вот как она выглядела И как она сейчас выглядит Пусть документы сама сделает Вот, пожалуйста, смотрите Нет, в моей расписке, что я там согласился Я предложила ему сделать ремонт А те деньги, которые я должна была выплачивать То есть за три месяца Я сказала, давайте мы в счет ремонта это все вложим Он согласился Ну нельзя же в таких условиях жить, Ваша честь Где моя расписка? Евгений Кириллович И тем более Ваша квартира? Его? Это моя квартира, да Ремонт сделан в вашей квартире? Ну, я и не знал, что она делает ремонт Мне три месяца не было там Так дело в том, что по поводу того, что я его куда-то загрузила То есть взрослого мужчину Как будто это маленький ребенок Так она меня сама три месяца Оттуда отправила Я его посадила в машину Прекрасно он знал, куда едет Я его привезла к своей сестре Троюродной в Липецкую область Не в каком-то незаброшенном доме Там прекрасный дом у нее Ну, конечно Твою там кормили-поили Все нормально Пока делали этот ремонт в квартире Что же он врет-то? Если бы я знала, что вот так вот все выльется Я не знаю, я бы с ремонтом не затевалась, честное слово Вот, Ваша честь, это три месяца Но истец-то согласие давал на то, чтобы вы его поместили на три месяца проживать к своей сестре для того, чтобы сделать ремонт Все ложь, Ваша честь И на ремонт тоже давал согласие? Конечно Ничего не давал Ну, взрослый мужчина Где документальный партийский? Почему? Истец, ну что, не давали согласие? Нет, конечно, не давал Пока я был три месяца, она без меня все решила Я сейчас расскажу, откуда у нас пошли вот эти вот конфликты с Евгением Кирилловичем Дело в том, что когда мы заключили договор Он как-то сразу, это он на меня говорит, что я как-то вот изменилась Так нет, изменился как раз он Это он стал вести себя развязно То есть я сначала как-то, ну, пыталась... Что вы подразумеваете под словом «развязно»? Что вы подразумеваете? Обнимал, щипал Вас? Да Ну, мало ли, ну, пожилой человек А потом была одна история, которая уже все точки над «и» расставила Да кто тебе самопросил перед лицом, перед моим самозавтом вертеть свое Ответчик, что произошло? Ну, я как всегда приехала вечером к нему Привезла лекарства ему, продукты Укол сделала, все нормально, он лежал Я пошла мыть руки Захожу в комнату Бах, лежит Со спущенными штанами Предлагает мне лечь вместе с ним И говорит, я суперлюбовник Я вообще в шоке была В шоке была Извините, если я одинокая женщина То что, и тут всякие мужики Вообще будут непонятно что предлагать Я всякий Ничего себе, ваша честь Я всякий, выходит, дело В моей квартире самой я всякий Дорогая моя Ваша честь, в общем, короче Это ты все замоврешь Я говорю, поменьше провоцировать надо на интим Сама же на интим провоцировала То есть вы эти обстоятельства подтверждаете Ну я мужчина еще нормальный Могу соответствовать с женщиной Что ж такого О боже В общем, короче, я ему сказала Никто не отрицает И вас ни в чем не ограничивает По договору пожизненной ренты Написано, что По условиям договора Что вам необходим уход Уколы, медицинское обслуживание Что вы какие-то действия самостоятельно Исполнять не можете Я так понимаю, не все Не все Так он еще, извините меня, товарищ Прикидывается Чего, я прикидываюсь Короче, я ему после этого случая сказала Евгений Кириллович Я не буду приходить и ухаживать за вами Так как у нас договор есть Я нашла женщину Пожилую, медсестру Она приходила Все дела, которые нужно было делать Она делала Уколы Все время Раза два Потом Она еле ходит сама Да здрасте Мне что, ее пригласить сюда? Показать, как она еле ходит? Или что? Она просто Которые услуги, которые прописаны в договоре Она не выполняла Почти не выполняла Да ладно Да, совершенно Да ладно Кстати Кстати Чем докажете, что не исполняла? Ну вот сложившиеся ситуации Чем докажете? Как я могу доказать То, что тебе не исполняла Она сама это Она сама сказала, что Пригласила Женщину пожилую Какую Которая делала мне уколы Которая за все время Уколы два сделала Понимаете? А вам сколько Было необходимо Сделать уколов? Так за три месяца Квартира ухоженная Убиралась она там И готовила кушать ему И стирала Очень хорошая женщина Но дело в том, что Он потом ко мне позвонил Сам Он просил извинения Говорил, что без меня попутал Короче, я Ну просила У нас такие нейтральные отношения Установили Все вроде нормально Ну так вот То есть я продолжала ходить Там где-то убираю Ну вот так Хорошо У вас свидетель заявлен Истец, да? Да Кого просите допросить В качестве свидетеля? Лапкину Аллу Сергеевну Это кто? Это Это ваша сестра? Да Которая я его Увезла Пригласите, пожалуйста Детель Который за ним нормальный Уход был Они, извините Как он говорит Я в лесу его бросила Бандиты там какие-то Ему привиделись Добрый день Представьтесь, пожалуйста Лапкина Алла Сергеевна Алла Сергеевна Вы приходите с сестрой Ответчице? Да Так И у вас находился Три месяца В вашем доме Находился истец Вы нам что хотите Сейчас показать Суду? Три месяца Рендную плату Она не платила Есть факт И выгнала его И ремонт ее Никто не заставлял делать Выписка Выписка Передайте, пожалуйста Алла, я что-то не пойму А ты Что за выписку Вы просите Это из банковского счета О чем? О чем? Платежи Рендные Платежи Что три месяца Она не платила Да, а ремонт Я за какие деньги делала Я еще и свои Лишь не потратила Да кто тебя просил? Алла, я что-то не пойму Тебя Кто тебя просил? Никто тебя не просил Евгений не просил Тебя делать Свидетель, а вы Почему заинтересованы В расторжении договора ренты? Что-то я действительно Не пойму Что происходит здесь Алла Да, вот как у меня Вы это почему Сейчас поддерживаете Позицию истца Почему должен договор ренты Быть расторгнут Вам привезли Истца на три месяца Хорошо, пожил он у вас Дальше уехал Обратно в квартиру Я ей еще день не заплатила Видно уже Что за человек это Она же видит Все это Конечно Мне его жалко Мужчина хороший У нас в провинции Мужчин таких хороших Раз-два и обчелся Ваша честь А у меня так как мужчина Утонул по пьяни Какой положительного мужчину Ты оскорбляешь? Ясно Так вы что, спите что ли? Ну у нас Можно сказать Семья может быть будет У нас все Замечательно Алла, ну ты чего? А что со такими мужчинами Разбрасываешься? Жиру ты бесишься? Вот теперь и кусай локти свои Я очень доволен Ага, спасибо тебе Алла, что мне такую слегу Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Я, конечно, ненавижу ее И она меня, бабка Литка, ненавидит Это нормально для коммуналки У кого больше прав На дополнительную комнату в коммуналке? У пенсионерки инвалида? Или у матери-одиночки? Как доказать, что ты достоин лишних метров? Он отключился от аппарата сам Никого не было рядом Ни медсестры, ни врачей Вышел из здания на улицу Где были ваши охранники, а? Проснуться в морге среди мертвецов И нетрезвых санитаров Что может быть страшнее Для человека после операции на сердце? Кто виноват в случившемся? Разберемся в суде Все, я вбухала, извините 2 миллиона, 2 двести Прошу всех садиться Отдадим эти 2 миллиона Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Выслушав объяснение сторон Заслушав показания свидетеля Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения настоящего спора Решил В иске о расторжении договора Пожизненного содержания сождевением И о возврате квартиры В собственность истца Отказать Суд не расторгает Оспариваемый договор Пожизненного содержания сождевением Поскольку закон А именно статьи 450 и 605 Гражданского кодекса Российской Федерации Допускают расторжение договора Только при существенном нарушении Условий договора Другой стороной В данном случае Ответчица добросовестно Выполняла свои обязательства По договору пожизненного содержания Сождевением Выплачивала истцу Ежемесячное Денежное содержание Обеспечивала его уходом Питанием Одеждой Медикаментами Оплачивала коммунальные И эксплуатационные услуги Что подтверждается Представленными суду чеками Квитанция оплаченными счетами За жилье и коммунальные услуги Рентные платежи За последние три месяца Были использованы Ответчицы И целевым назначением На осуществление Ремонта В квартире истца Это подтверждается Фотографиями квартиры истца И до и после ремонта И сам факт ремонта Не отрицается истцом Более того В соответствии со статьей 604 Гражданского кодекса Российской Федерации Плательщик ренты Обязан принимать Необходимые меры Для того Чтобы в период Предоставления Пожизненного содержания Сождевением Использование имущества Не приводило К снижению стоимости Этого имущества Использование Ответчицы Рентных платежей На ремонт Жилого помещения То есть На благоустройство Квартиры истца Тем самым Улучшение Его же Личных условий Суд расценивает Как добросовестное Исполнение Ответчиком Как условий договора Так и требований Действующего законодательства При таких обстоятельствах Основание полагает Что ответчицей Существенно нарушались Условия договора Пожизненной ренты У суда Не имеется А намерение истца Изменить свое семейное положение То есть Вступить в брак Со свидетельницей Не является основанием Для расторжения Договора Пожизненной ренты На основании указанного Суд вам В иске Отказывает Разъясняю вам Истец Что в соответствии Со статьей 603 Гражданского кодекса Российской Федерации Договором Пожизненного содержания Сождевением Может быть Предусмотрена Возможность Замены Предоставления услуг Которые прописаны В договоре На их денежное выражение То есть Если вы Изъявите Желание Жить со свидетельницей В принадлежащем ей Доме в деревне Все те услуги И она будет Осуществлять за вами Необходимый уход Который вам необходим Да То что прописано В договоре Вы имеете право По соглашению сторон С ответчиком Договориться О том Что все те услуги Которые должны быть Вам оказаны Просто ответчик Будет их оплачивать В день Да В натуре В денежном выражении И пожалуйста Строите свою личную жизнь Имеете право Но основанием Для расторжения Договора ренты Указанные вами Обстоятельства Не являются Решение суда Понятно? Да Дело закрыто Решение суда В иске отказать Ну что ж Иске я проиграл Ну буду надеяться Что Все мне будет хорошо Тем более Что я нашел Новую самую жену Надеюсь С ней зарегистрироваться В дальнейшем праве Официальный договор Ренты Это не конфетная бумажка И свои условия Я соблюдала полностью Ну а этой Любвеобильной парочке Я желаю Всего хорошего И счастливой Семейной жизни Прошу всех встать Смотрите Зал суда Битва за деньги Судья Дмитрий Агрес Научит Что ж такое-то Как вернуть долги Иск категорически Не признаю Деньги выплачивать Не собираюсь Не упустить выгоду Это не говорит о том Что я рокфиллер И могу вот так вот Достать миллион И всех кто-то Ощастливить Законно Разбогатять Ваша правовая Свобода Заканчивается там Где начинается Правовая свобода Другого человека Истец предъявляет Иск о компенсации Ущерба здоровью И морального вреда Ответчик Иск не признает Так, Лидия Борисовна Пожалуйста В чем Как вам причинен Был ущерб здоровью И соответственно Моральный вред Слушаем вас Так как я являюсь Ну я взрослый человек Больной человек Проживаю в коммунальной квартире Из трехкомнатной квартиры В одной комнате И у меня соседка По коммуналке Ирина Она меня просто ненавидит Она что тебя любит Она меня желает Постоянно моей смерти Говорит Да когда ты сдохнешь Баба Лида Чтоб я заняла твою комнату И зажила по-человечески Не надо Так у вас В общем конфликт Бытовой Между жильцами Я так понимаю Коммунальной квартиры Да А у нас в трехкомнатной Ответчик тоже проживает В этой коммунальной квартире Да Что произошло Еще одна комната Еще одна комната В трехкомнатной Долгое время Она была закрытой Так как хозяин На севере На заработке Его длительное время Не было Отсутствовало Здесь он приезжает И решил продать Эту комнату Он предложил ко мне Он предложил мне Потому что у меня Имелась необходимая сумма А ему нужна была Срочная вся сумма Да Вот мы с ним подписали Предварительный договор О купле-продаже Давайте договор О купле-продаже Пожалуйста Давайте сразу документы Поскольку у вас вред здоровью Да Я понимаю Что Документы Подтверждающие Заявленную сумму Да Медицинские Да Медицинская справка И это О вызове полиции Продолжайте Продолжайте Как только Ирина узнала О том Что Валера продает Мне комнату Что тут было Она Все Надо было видеть Как она побледнела Покраснела Как Мне он обещал Как змея И начала Она Мстить И мне И Валере Валера не выдержал Ушел К своей Любовнице Жить И тут-то все началось Она начала Мне мстить Объявила мне войну Здесь то белье У меня рвется Она спирает На мою машинку Якобы машинка У меня была старая Потому что Да потом она у тебя То у меня посуда На кухне Разбитая Она говорит Нечаянно разбила Кошки То уходит из дома Включает Компьютер Который Скрижет Скрижет У меня нету компьютера Ну конечно нету Все у тебя есть Естественно Не ругайтесь Ответчиком Рассказывайте в суду И вот Это вот Вот вы мне тут Предоставили Значит заявление И справки Из полиции Это вы вот Обращались По каждому факту Вы обращались По хулиганству Да Я неоднократно Обращалась А полиция Приходит И говорит Это ваши соседские дела Разбирайтесь Вы сами Тут однажды На кухне Я варила суп Вкусный суп Я тарелку съела Пошла за добавкой И представляете Там вылавливаю Крысу Дохлую Это было все Меня всю ночь Тошнило Рвало Я вызвала скорую Мне было очень плохо После этого Конечно я на кухне Не готовила Я уже готовила У себя в комнате На электрической плитке Но это тоже Не безопасно Вот так вот Она мне постоянно И всякие козни устраивала Однажды Вышла я рано На кухню Света нет Я встала на тубаретку Чтобы посмотреть Лампочку Тубаретка упала Я как Грохнулась В итоге Я получила Ушиб ноги Вот с чем я хожу Теперь вот С этой Тросточкой Не могу ходить Пока я лежала Она услышала грохот Она подбегает ко мне И давай меня избивать Пинала меня Избивала меня Я не могла подняться Когда я поднялась Она меня как Грохнула Об угол холодильника У меня сотрясение мозга Ссадины Свиняки Ушибенные Мне пришлось Обратиться в больницу Вот у меня Я вам предоставила Выписку Судя по представленному Вами постановлению О привлечении Ответчика К административной Ответственности Вы также не только В больницу обратились Но и в правоохранительные органы Да Я обратилась И ответчик таки Была привлечена К ответственности За нанесение вам побоев Да Я хотела Чтобы уголовное дело На нее завели Но отказались Они только Выписали штраф А штраф нам обоим Выписали Но так как я получила Моральный ущерб И ущерб здоровью Я прошу вас Простите его взыскать С ответчиком Как с виновного лица Ваша позиция понятна Ответчик К иски не признаете? Нет я не признаю Зачем такой террор Устроили в отношении Я террор устраивала Это она тут из себя Пушистенько устроит А сама то как То мясо ворует То в туалете закрывалась Мне приходилось в туалет Бегать к метро Даже мыться приходилось Мне на работе Да делать мне Ответчик Ну вот истец утверждает Что отношение Ваши к истцу Было вызвано именно тем Что не вы получили Эту комнату Я конечно ненавижу ее И она меня бабка Литка ненавидит Это нормально Для коммуналки А у вас до продажи Вашим сособственником В коммунальной квартире Какие отношения были? Я просто терпела все это А сейчас уже война Она ненавидела Просто она меня терпела Всегда у вас были Такие отношения Нехорошие были Я хотела улучшить Свои жилищные условия У меня дочь Двенадцать лет Я одна ее ращу Мы в пятнадцати метрах Вдвоем живем Валера мне обещал Продать эту комнату Я бы как раз дочь Туда и отселила Потому что сложно Почему он не продал вам Я не знаю Почему он не продал мне Он мне обещал Потому что у меня У меня есть необходимая сумма Обещать ответчик Не значит жениться А у меня нет Сама виновата Вы поймите Она же И просто из вредности Хочет купить эту комнату Она ей не нужна Да не вредная я У нее восемнадцать метров Ей уже помирать Скоро тебя на кладбище ждут Ущерб возместить Отказываетесь Я отказываюсь Возвестить ущерб Ваша позиция понятна У вас еще свидетель заявлен Да у меня есть свидетель Пожалуйста я прошу Пригласить хозяина Пригласите пожалуйста Свидетеля ИСЦА в зал Свидетеля ИСЦА войдите Баба Лида Я тебе ничего плохого не делала Конечно Ну вот может на стол Утрою пасть кирпичик Добрый день Представьтесь Болотов Валерий Васильевич Валерий Васильевич Вы я так понимаю Являетесь бывшим Сособственником Да Комнаты Которую продали Сейчас в данный момент Лиде Борисовне Да Да Продали Вот ответчик утверждает Обещали ей продать Да Продали ей сцело В итоге она недовольна И вот в итоге у нас побои И административные правонарушения Тут ситуация какая То есть таких четких Обещаний не было То есть я продал То есть вот Лиде Комнату Только потому что Сумма нужна мне здесь Сейчас полностью Да Вот у Лидии Эта сумма была У Ирины Этой суммы не было Я бы в ближайшее время Тебе отдала А мне нужно сейчас Вот И во всех этих вот Ситуациях В принципе Ирина Сама целиком И полностью виновата То есть она действительно Устроила террор Террор постоянно Сколько раз замечала Как она и матерится Да Она поднимает руку Да что ж ты наговариваешься На меня Конечно Сколько раз замечала Как ты Извините Тебя вот она Убегала просто в комнату Там закрывалась Конечно Вот А собственно Лидия Она пенсионер Она инвалид третьей группы Пускай поживет достойно Хоть какое-то время А ты Слушай Ты скотина Ты приехал У меня больше нет вопросов Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Охранники После тяжелой операции Муж должен был находиться в реанимации Но жена нашла его в морге Как живой оказался рядом с трупами И кто за это ответит Узнаем в суде Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Показания свидетеля Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения настоящего спора Решил Иск о возмещении материального вреда Вследствие причинения вреда здоровью И о взыскании компенсации морального вреда Удовлетворить частично Взыскать соответчицы В пользу истицы В счет возмещения вреда Причиненного здоровью 22 800 рублей Также взыскать В счет компенсации морального вреда 50 000 рублей Суд удовлетворяет заявленные Исковые требования Поскольку в данном случае Отвечица признана виновной В совершении административного правонарушения Предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса административных правонарушениях Российской Федерации А именно в нанесении побоев Причинивших истице физическую боль Но не повлекших расстройство здоровья Что подтверждается постановлением суда Привлечения ответчицы К административной ответственности При таких обстоятельствах Руководствуются правилами Части 1 статьи 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд заискивает с ответчицы Как с лица виновного Причинение вреда здоровью истиции Расходы на ее лечение А именно 22 800 рублей Частично удовлетворяя требования Компенсации морального вреда Суд исходил из принципа Разумности и справедливости Учел характер причиненных Потерпевших физических Нравственных страданий Ее индивидуальные особенности В частности возраст А также степень вины Причинителя вреда Таким образом суд обязывает Ответчицу как лицо Виновное в причинении вреда здоровью Компенсировать истиции Моральный вред в размере 50 тысяч рублей То есть суд учел Что ваши действия Также способствовали Созданию конфликтной ситуации В результате чего Причинен вред вашему здоровью Ответчик Вам разъясняю Что если истица Также нанесла вам побои И как вы говорите Она привлечена Тоже была к административной ответственности За нанесение таких побоев Вы имеете право Заявить в суде Аналогичный иск Все понятно? Да Суд огласил свое решение Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить частично Я получу 22 тысячи 800 За причиненные ущерб Своему здоровью И 50 тысяч За моральный ущерб Ну с паршивой овцы Хоть шерсти Получить И то на этом Спасибо Ну придется вот теперь мне Матери-одиночке Выплачивать Этой старой калоши Денег Ну ничего Пусть она ими подавится Жить нам еще В одной квартире Долго Кирпичик-то на голову Ей как-нибудь упадет Бог-то шельму метит Истец требует возмещения Материального ущерба И морального вреда Ответчик уверен Что истец пострадала Случайно Судебное заседание Объявляется открытым Слушается дело По иску Кулаковой Елены Юрьевны К охранному агентству Интересы которого Представляет владелец Частного охранного предприятия Жилин Сергей Михайлович Иск заявлен О компенсации Материального ущерба Включая убытки Связанные с Недополученными доходами В размере 100 тысяч рублей А также компенсация Вреда здоровью В размере 42 тысяч рублей И морального вреда В размере 60 тысяч рублей Все верно? Да Поскольку заявлены Требования о компенсации Вреда причиненного здоровью Данная категория дела Рассматривается Обязательным участием В деле прокурора Представитель прокуратуры Присутствует в зале Пожалуйста, Елена Юрьевна По обстоятельствам дела Что случилось? Ваша честь Я вынуждена обратиться в суд И искать в суде правду Какую? Такую правду Вот ЧОП представляет Которая ответчика Должен компенсировать Мне материальный ущерб Убытки Вот как вы сказали Неупущенная выгода В размере 100 тысяч рублей Вред здоровью моему 42 тысячи рублей И моральный ущерб В размере 60 тысяч рублей А к ЧОПу я обращаюсь Именно этому Потому что я пострадала Именно от действий Вот этого неадекватного охранника Который в ту злосчастную ночь Сидел на проходной больнице А мой супруг оказался в больнице Ночью у него случился Общерный инфаркт Его госпитализировали По скорой в эту больницу Я конечно естественно с ним Там мы сделали Коронарографию Сразу же аортошунтирование Сразу же он на операционном столе Потом реанимацию Я переволновалась жутко Была ночь Переговорила там Что ты смотришь на меня Вообще непонятно Что это стоит Простите Простите Вы сейчас поймете Почему я в таком состоянии Я перенервничала Утром У меня ребенок Я его в садик Там все Соседкой оставила Утром бегу в больницу А там вот это вот Недоразумение Ну не вот это вот А вот этот вот охранник Который работает В этом что Обеседит Не пускает меня Пришли в больницу Что случилось Я говорю Я в эту самую В реанимацию иду Кулакову я А он мне сразу С лету говорит Кулаков в морге Вот как так Кулаков в морге Это мой муж в морге У меня перед глазами Все просто помутилось Сразу Так ваш супруг В итоге умер Нет Слава богу Он жив Но он инвалид Зиджат А вот по вине Вот это вот Я упала в обморок Вот так вот Мне в лицо Ваш муж В морге А как он оказался В морге Раз он жив Вот я вам сейчас расскажу Как он Пожалуйста Я вас и слушаю Вот ты смотришь Я вообще не знаю Что это за Я пришла сюда Так вот Так вот Я два с половиной месяца Пролежала в больнице С черепно-мозговой травмой По вине вот этого сотрудника Который мне вот это все сказал Что мой муж в морге У меня кошмары снятся До сих пор По ночам Давайте документы Подтверждающие ваши расходы На лечение Здесь в вашу честь Здесь все Здесь и справки Хотя эти больничные Кому мне их нести Я у меня ЖП свое Вы понимаете Вы в результате вообще Остали А что ты смотришь Может ты скажешь что-нибудь Хотя бы Все скажу Все когда время придет Так истец 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 Еще раз Ваш муж находился в морге? Да, ваша честь Я не отрицаю И ответчик сообщил вам Что ваш муж в морге Нет, в этот момент Я не понимаю Связи не вижу Это просто чоповец Вы понимаете Какой он имел право Вообще сообщать мне Что мой муж в морге находится Так истец Сейчас успокоились Отвечаем четко на мой вопрос Что ваш муж делал в морге? Он очнулся После наркоза После операции Отключился Не приходя Не понимаю Где он Что он отключился Что за наркоз Он вообще вкололи Я не знаю Он отключился От аппарата сам Никого не было рядом Ни медсестры Ни врачей Он очнулся В реанимации Отключился От капельницы аппаратов Отключился Вышел Пошел Вышел Из больницы Вышел из здания На улицу Где были ваши охранники Кошмар Где были ваши охранники Истец 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 Холод Ваша честь Вы понимаете Мой муж голый В простынке Вы представляете Вот на мороз Вышел голый Он постучался в море Извините меня пожалуйста А вы на учете У психиатра состоите? Ваша честь Вам смешно сейчас Я не знаю Вы понимаете Успокойтесь пожалуйста Может вам воды предложить? Да Дайте мне воды Принесите пожалуйста Воды Принесите мне воды Вы понимаете Мне кожуар изняться Мой муж постучался в морг Потому что он замерзал Слава богу Что там был хотя бы кто-то Его приняли на руки В этом морге Девять часов Они разбирались Ни охранников Никого не было Откуда вообще Человек не пришел Голый в простыне Ваша честь Как такое Может произойти Это же больница То есть он постучался в морг Его туда пустили Да И он там девять часов находился Да И мне никто не позвонил Я была дома Вы понимаете А что он делал там девять часов то? Я не знаю что он там делал Ах больница признала мои претензии Они сами признали Что они в халатности В своей больнице виновата Вам компенсировали Какой-то ущерб больнице? Да Мы заключили мировое соглашение С больницей тут все в порядке А вот эти бесстыжие чоповцы Даже извинения не попросили у меня А ты вообще кто такой? Где начальник чопа? Я надеялась Что хоть и увижу его Отец Так вот Вы мне пожалуйста поясните Вы сейчас требования предъявляете Не к больнице Да С больницей вы все урегулировали В досудебном порядке Да Больница вам компенсировала Ваш моральный вред За то что они действительно Не досмотрели за вашим супругом Да Ответчик в чем виноват? Ответчик охранником Правильно я так понимаю Я являетесь в больнице? Ну я представляю охранное агентство Так Охранное агентство представляет Посмотрите на него Даже костюм бы одел хотя бы Это вообще такой Давайте доверенность На представление интересов Ты вообще такой Пропил Как вы вообще взаимодействовали с ИСТОМ? То есть она к вам пришла Я вообще первый раз его вижу Взаимодействуя Я все расскажу Я представляю охранное агентство Там по доверенности Все есть в документах Требования ИСТИТ Совершенно абсурдные Абсурдные? Нормально так абсурдные? Я объясню почему абсурдные? Я два с половиной месяца С чертой на заковой правой Пролежала Так, Елена Юрьевна Дело в том, что Охранник, который находится в кабине В кабинке Вот он нажимает на кнопочку Он не имеет никакого отношения к тому Что ИСТИТа упала и ударилась головой Какой охранник? Где находится охранник? Охранник находится в своем посту На входе в больницу Или в морг? Где находится охранник? В морг В морг Ей причинен вред здоровью Объясни, попробуй Объясню Все объясню Дайте возможность объяснить ответчику Значит, приходит ИСТИТа Обращается к охраннику И говорит У меня кулаков в кардиореанимацию Да? Охранник звонит в кардиореанимацию Зачем он туда звонил? Пропустил бы меня Потому что такая инструкция Нужно позвонить и все узнать Охранник звонит По своей инструкции в кардиореанимацию Как положено Ему говорят, что Кулаков в морге И он говорит, что это ИСТИТа И она сразу же падает в обморок Кулаков в морге Нормально А вы бы, ваша честь Вот вашу жену Не дай бог Там, конечно, вот так бы вам сказали Да любого из вас Мы все в поликлинию ходим Как так? Вы же понимаете, где работают ваши сотрудники Хотя даже не ваши Вы вообще здесь никто Вы вообще приняли, ваше честь, документы? Ты вообще недоразумение какое-то Посмотри на себя Чеповец тоже Какой недоразумение ИСТИТ, ну успокойтесь, пожалуйста Это же не уважение к вам, ваша честь Пожалуйста, успокойтесь Единственная, кто здесь не уважает меня По-моему, это вы Так Итак То есть пришла ИСТИТа Пришла ИСТИТа Спросила, где ее муж Спросила, где ее муж Охранник позвонил Как ему положено В кардиореанимацию Потому что она сама назвала это слово Это отделение Что в кардиореанимации Узнать ее, как дела И пройти к нему Да Так Он позвонил Ему сказали, что здесь его нет Что здесь его нет И он находится в морге Вот Охранник начал ей рассказывать это И он только произнес слово морг Он хотел произнести еще дальше слова То, что его переведут в реанимацию обратно То, что это недоразумение То, что он живой На самом деле Но он не успел это просто договорить Потому что ИСТИТа сразу же упала в обморок Ну понимаете, просто Охранник, но это все-таки не психолог И он не может сразу технично Как-то там Иносказательно Все это, так сказать Ну рассказать Так, чтобы Это не звучало Ну прямо вот Что он в морге Типа он мертвый Да и потом опять же Ну такая реакция была Он просто приносил его морг Все, ИСТИТа сразу падает в обморок Вот что он мог сделать Я бы тоже ничего не придумал К тому же Понимаете, тут еще такие обстоятельства всплывают На самом деле Муж ИСТИТа Вот Кулаков Григорий Андреевич Он На самом деле Мы с ним часто пересекались в больнице Он, поскольку Человек достаточно общительный Вот Он сам подходил Общался Так вот Он, прямо скажем Он любит выпить Что? Это правда Это правда Он любит выпить Это правда Ваша честь Что? Но вы считаете Нет, вы считаете Он в морге что Спиртные напитки распивал Понимаете, в чем дело Просто он мне не раз жаловался Когда его уже из реанимации Перевели в отделение Он мне не раз жаловался То, что вот Мне теперь не выпить Мне теперь не покурить Что за бред Это не бред Я рассказываю Какое сейчас Это имеет отношение Давайте Отношение имеет такое То, что люди пьющие Порой бывают очень изобретательные Просто не ожидаешь от них Новая версия Смотрите Это не новая версия Отвеча К чему Что вы считаете Что изобрел муж Истица Конкретно он сделал то Что он Очнувшись Отключил себя от аппаратов И очень технично Обошел всех охранников Которые По своей инструкции Делают Обход Периметра Периметра больницы Нет У меня не белая горячка Для чего он это сделал Для чего Он хотел выпить У него великая цель была И она им двигала Может ты сейчас Великая цель Может ты сейчас хочешь выпить Да посмотри У тебя глаза залитые Бесстышь Не залитые у меня глаза Не для принятия решения В следующей программе Он ничего не крал Вот пакетом Он или тебя был выложить Или его подбросили Может ты и подбросил Последний час жизни Пожилой человек Провел в морозильной камере магазина Кому он звонил За минуту до смерти И почему охранник уверен Что отца убила родная дочь Вот Спасибо Держи Так Отвечай Твоё Забирай Всё Не гавкай Друзья подрабатывали ремонтом И делили по-братски Жильё Хлеб И работу Теперь в суде Они делят плиткорез Биотуалет И даже старый Электрический чайник То есть Это к нему пофлиртовали Я же думала Помочь ему А он меня взял И уволил Начальник Попросил секретаршу Соблазнить Своего подчинённого Она с блеском Выполнила задачу Но в результате Была уволена Как же начальник Объяснил причину Увольнения Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Выслушав объяснение сторон Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения Настоящего дела А также Учитывая мнение прокурора Подполагавшего иск Подлежащим удовлетворению Решил Иск обзыскания Материального и морального вреда Вследствие причинения Вреда здоровью Оставить без удовлетворения Суд не удовлетворяет Заявленные исковые требования Поскольку сотрудник Ответчика Непосредственно Своими действиями Не причинял вреда Здоровью юстиции А работодатель Возмещает только вред Причинённый его работникам При исполнении Своих служебных обязанностей Что предусмотрено Частью 1 Статью 1068 Гражданского кодекса Российской федерации В данном случае Отсутствует Объективно Причинно-следственная связь Между действиями Сотрудника-ответчика Сообщившего Истиции О нахождении Её мужа в морге И травмой Полученной истиции В результате падения После услышанного А субъективное Восприятие Произошедшего А именно Что сообщение Сделанное сотрудником Ответчика Привело к падению Истиции Не является основанием Для признания Сотрудника-ответчика Виновным Причинению вреда Истиции Соответственно Ответчик Как работодатель Не обязан Падение А не действие Его сотрудника Поэтому в иске Отказано В полном объеме Суд огласил Своё решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Я с решением суда Полностью не согласна Потому что я пострадала Пострадал мой муж И вообще должен быть Прецедент создан Чтобы вот этих чоповцев Этих охранников Уже наконец-то Заставили платить За свои поступки Есть юридические категории А есть какие-то Стечения обстоятельств Пусть даже и неприятные Поэтому я считаю Что решение Было справедливым В этом суде Судебное заседание Объявляется открытым Все хотят денег Для чего сюда пришли в суд? Деньги получить Здесь каждый Считает себя правым Заставляли Показывали Как надо эти доллары Класть туда За резинку трусов Но побеждает Только один Ваши межвечественные отношения Меня интересуют Меня интересует Кто причинил материальный ущерб Проверьте себя Отгадайте На чьей стороне закон Он вор и мошенник Да ну а ты полицейский судья Смотрите Зал суда Битва за деньги Он вам заплатил Больше двухсот тысяч За эти годы И ни копейки не получил Закон суров Но это закон Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok